девочки рада вам представить свою сестру двоюродной она приехала ко мне из волгограда и я ее это по-быстрому смастерила брючки ну вы видите мы обладательницы роскошных форм что есть то есть девочки роскошные мы дамы во всех отношениях так ну и посмотрите брючки из льна я по-быстрому сделаю я вам покажу как я корректировала выкройку что вы понимали что надо менять выкройки чтобы посадить на такую роскошную фигуру брючки поворачивайся вот это брючки льняные вот так они сидят так сейчас мы их так поворачивайся не стесняйся сестра если ты рискнула покажись во всей красе девочки ну вот так сидят наши брючки из льна вот такая фигура станешь перегибистая часто спрашивают вот видите насколько может быть перегибистая фигура что сзади и что спереди но тем не менее брючки можно посадить отлично правильно согласны девочки так ну что есть то есть мы честно вам показываем фигуры у нас у всех не идеальные девочки не знаете что иногда не то чтобы вас возмущает а как бы изумляет что вот конечно же на вашу фигуру все сядет хорошо фигуры у нас у всех как бы со своими особенностями да но как раз наша задача сделать так что даже самая любимая асу любая любимая любая фигура оказалась идеальной вот над этим мы работаем а брючки льняные пожалуйста всем нужны на на лето всем нужны брючки и я вам сейчас эту выкройку она в принципе стандартная выкройка она я строила эту выкройку для своей клиентки но эта выкройка в общем совпадает со среднестатистической выкройкой из журнала бурда как ее корректировать под такую фигуру я вам постараюсь по-быстрому показать так хочу вам показать как же корректировать стандартную выкройку которую вы взяли например из журнала бурда но предположим у вас вот такие брюки они правда зауженные к низу но неважно до колена они такие же как у меня а после колена ниже колена они просто ровные вот в моем случае ровные мы такие собирались шить брюки как они сидят вы видели на модели да на моей сестре вот просто от колена ровно так но это неважно девочки я сейчас о посадке верхней части брюк верхней поэтому вот предположим у вас выкройка снятая из журнала и вам нужно ее откорректировать на подобную фигуру подобно это какая выпуклые ягодицы и выпуклый живот что мы делаем так ну это при том условии что вы конечно же взяли по размеру то есть по объему бедер в объеме бедер у вас например у нас 114 здесь чё нет 110 четко вот здесь на этом уровне уровень 18 сантиметров для высокого роста для невысокого 16 сантиметров от талии вот на этом уровне у вас 110 сантиметров объем бедер вот до середины переда на этом уровне вот так измеряем дальше основная корректировка приходится понятное дело на заднюю половину брюк что я делаю вот смотрите как выглядит это стандарт и как выглядит корректировка на вот такую фигуру кстати объем бедер вы измеряете как положено по всем выпуклостям поэтому вот когда я вот так корректирую вы не думаете что здесь сокращается что здесь будет тесно нет если вы измерили по всем выпуклостям то здесь это вот этот вот сантиметр который убирается в процессе корректировки он не влияет на посадку то есть он влияет в хорошем смысле и вот так девочки у кого например у люды ягодица она такая знаете упругая высокая а у кого ягодицы немножко спустились скажем так вот значит это вот люди на корректировка девочки вот на люду вот так выглядит все вот это вот дальше я вам еще скажу кое-что вот так не бойтесь корректировать но опять же все на макете отработали на макете потом только вы уже уверенно делайте на ткани дальше поскольку у люди ноги в общем то вот в области как это называется даже не знаю как это называется по-русски вот эта часть то есть не слишком полные поэтому и вот здесь мне нужна корректировка то есть вот смотрите вот так вот вот так вот спускается до самого низа вот она колено от колено ровно либо там если брюки зауженные заужается но вот здесь вот вот это лишнее вырезается это та корректировка как вы любите что брюки вот ягодицы полностью облегали ягодицу и под ягодицей чтобы него не было вот этих вот пузырей как как мы их называем то есть вот смотрите как странно выглядят брюки вот так вот такая корректировка тут в общем то больше ничего здесь должно быть соответствовать а но есть у вас еще талия узкая при этом иногда приходится и вот сюда убирать либо глубже закладывать вот эту вот талиевую вытачку по задней половинке брюк вот здесь видите а теперь я скажу отдельно для той фигуры у которой как бы ягодицы опущены вот видите вот так иногда приходится корректировать то есть вот здесь остается тот же уровень а здесь вырезается вот так тоже на первый взгляд выглядит странно выкройка но тем не менее вот так вот тоже бывает вот эту часть когда вы соединяете до слонку с эти с передней половиной там получается что приходится вот немножко срезать вот этот уголочек то есть вот так вот чуть опускается но это уже нужно смотреть конкретно какая ткань как она растягивается но шов сиденья в любом случае растягивается под утюгом растягивается шов сиденья при любой корректировки либо без корректировки когда стандартная выкройка все равно вот этот шов от души растягивайте дальше например когда я себе корректирую выкройку журнальную когда бывает когда шью из журнала да то у меня как правило вот так выглядит корректировка я срезаю вот эту вот часть то есть она не такая вот изгибистая а вот так я срезаю и вот так вот я переношу вот например здесь полтора сантиметра да и вот так же на эти полтора сантиметра я переношу вот эту вот точку вот так это вот в моем случае как вот у меня брюки знаю как объяснить это какой-то особенностью фигуры но сейчас этой когда я была худенькая сейчас я уже не такая худенькая но все равно я вот это вот делаю вот так но вот и вот это вот тут у меня полтора сантиметра это большой размер у меня полтора сантиметра я эти полтора сантиметра добавляю вот сюда это для того чтобы была свобода в движении ну и хорошо сидели вот потому что сейчас у меня стало больше вот это вот ягодицы стали больше поэтому чтобы красиво сидела не было пузырей под гульфиком я делаю вот эту корректировку а чтобы как бы поместиться в брюки я добавляю вот это вот сюда я надеюсь что понятно девочки ну и тоже частенько я себе вот здесь вот например если брюки не широкие нужно чтобы тоже облегала все под ягодицей хотя я считаю что это конечно для для движения не есть хорошо все-таки чтобы свободно подниматься под лестнице садиться вставать им все-таки в брюках под ягодицей должно быть должна быть свобода и вот это вот складка который помогает двигаться ну просто сейчас все считают что хорошая посадка брюк не то что классическая со свободой а именно то что облегает полностью все наши изгибы поэтому вот я показываю как же этого добиться тоже то есть тоже у меня вот эта корректировка присутствует стандартной выкройки но еще и вот добавляю я сюда вот так то есть вот сюда в хвостик я добавляю он выглядит вообще вот так странно но тем не менее это так ну все девочки я надеюсь что вы поняли что я корректирую на такую фигуру надеюсь что у вас все-таки будет пойдет легче корректировка брюк а поскольку мы сейчас брюки очень часто носим то конечно макет брюк надо отработать и потом уже смело кроить основную ткань девочки хочу вам порекомендовать вот эту вот юбку я так по-быстрому ее для себя сделала не сделала еще только раскроила так сейчас я давно кстати обращала ваше внимание при обзоре этого журнала на вот эту юбку вот обратите внимание как она выглядит я на картинке не помню вот этот журнал экстра третий номер этого года юбка тут их несколько вариантов короткая длинная есть вариант со сборками вам его не рекомендую только молоденьким девочкам может быть слишком этого будет как бы расширять бедрах но опять же на любителя а мы вот вот эту вот юбку я себе попробовала и очень красиво получается у меня она комбинированная то есть это лен тут я хочу сделать по по переду хочу сделать застежку у меня такая есть где-то застежка кнопки уже на ленте готовы я попробую ее сделать так дальше красиво лежит вот это вот я может быть сейчас даже так слегка покажу на себе видимо видите я ее стала уже собирать на машинке то есть металла мне очень понравилось я решила вам рассказать об этой юбке очень красиво лежит в области бедра значит в этом клине нет лишней лишнего расклешения поэтому лежит замечательно вот даже если бы это было не комбинировано за счет того что здесь есть шов до него можно отстрочить например если бы из джинса будете шить или из-за льна красиво отстрочить и все равно вот эти вертикали они будут стройнить так но я сейчас по-быстрому до метаю на себе прикину вы посмотрите вот я просто решила что грех вам не показать вот эту выкройку и я внизу наверное буду делать ее какой-то рваный низ но это до этого еще дойдем я надеюсь что в следующие выходные когда на и 3 ты мы будем снимать следующий влог я вам покажу ее уже готовую и подберу к ней вверх я решила что все таки юбка будет такая олив то есть я буду делать платье олив будет какой-то вот тоже соответствующий но над лифом я пока думаю девочки вспомнила значит выкройка тут поскольку широкий размерный ряд там очень много вот этих вот меток и они не всегда совпадают то есть вы не придерживайтесь потому что вот главное что вот это имеет метка сам совпадала а здесь вот где-то совпадает где-то нет вот смотрите мы сделали выкройку 38 размер и получается что вот так получается девочки видите я не знаю в чем здесь проблема может быть имеется ввиду что здесь больше должно быть присобрана я вам не советую это делать вот смотрите как у меня получилось вот здесь я себе к объему добавила полтора сантиметра потому что я конечно погорячилась 38 размером мне нужен 40 но даже в этом случае вот здесь 40 вот это вот лишние тут полтора сантиметра лишние поэтому вот ориентируйтесь в основном на вот эту метку здесь лишнего объема не давайте иначе получится уже знаете пышность не та которая например в моей юбке а тут именно изюминка в этом чтобы вот здесь вот не было никаких сборок и вот так вот не как бы не было выпуклости вот в этом в этой части но сейчас я покажу на себе как это выглядит вы посмотрите ну вот девочки показываю вам на себе полуфабрикат не знаю как там сзади выглядит все этой естественно не утюжена лен но вот мне нравится как она сидит именно вот здесь так длина будет короче видите надо дать ей отвисеться чтобы подровнять вниз я думаю что может быть я не сделаю каким-то более каким-то более интересным а может оставлю так но вот сама идея мне очень нравится во первых стройнит несмотря на то что юбка в общем-то не узкая страница или ты не уверен вообще серый цвет он конечно редко стройнит но он уж еще все не доделано и так думаю что когда доделается а на камере не знал это камера девочки камера не делает нас краше это однозначно но главное что в жизни мы были нормальные а на камере ну как получается я вам советую такой крой можно знаете что можно было бы чуть для моего роста чуть выше сделать то есть можно ее укоротить в области талии да я так думаю для моего роста этот уровень будет лучше как ты думаешь чуть поднять надо чуть поднять и тогда длина остается тоже подровнять ее ну и придумать какой-то интересный лиф для того чтобы сделать платье я думаю что платье будет удобнее чем в костюме хотя можно и костюмчик сделал девочки но я надеюсь что вы поняли что это полуфабрикат не будете придираться к тому что он мятый а идея вам придется по вкусу застежка кстати девочки на застежке я настаиваю вот если будет здесь застежка они глухо то будет гораздо интереснее то есть юбка и современнее будет она смотреться пуговички или кнопки но чтобы здесь был разрез по центру вот так вот чуть выше колена чтобы был разрез но все девочки я надеюсь наш короткий такой сумбурный блок блок получился сумбурный но все равно полезный всего доброго